Первый доклад в Мерафенках источников холодных электронов. С первых лет появления углеродных наноструктур, они стали рассматриваться как возможный источник революции вакуумной электроники. Потому что некоторый застой вакуумной электроники, который наблюдался, был с тем, что холодные полевые эмиттеры, основа вакуумной электроники, требовали высоких напряжений относительно. И при разумных напряжениях не давали тех токов, которые необходимы для решения технологических задач, то есть создания электронных пучков достаточной интенсивности. Когда появились углеродные наноструктуры, в первую очередь углеродные нанотрубки, то вскоре, через три года после этого, последовали работы, в том числе Леонид Александрович Чернозатонский в них участвовал, в которых не только предлагалось использовать эти структуры для получения холодной перевой эмиссии электронов, но и демонстрация была первых экспериментов в этом направлении. Это вдохновило исследователей на интенсивную работу и вскоре появились многие десятки, может быть сотни публикаций, где были получены массивы углеродных нанотрубок, обеспечивающие достаточно высокие плотности тока эмиссии. Ну и появился анализ, показывающий, как оптимизировать эти структуры, что мешает этому и каковы пути дальнейшего развития этого направления. Ну вот мы тоже участвуем в таких работах. Вот здесь, может быть, кто-то забыл, как в институте изучали механизм холодной полевой эмиссии. Значит, электроны в проводниках находятся, как известно, в потенциальной яме, высота которой определяется работой выхода электрона. Ну или уровнем ферми. При наложении электрического поля возникает барьер, который электроны за счет квантового туннелирования способны преодолевать. И, значит, тем самым возникает возможность получения эмиссии, если проводник без земли он. Поскольку форма и ширина барьера очень сильно резко зависит от напряженности электрического поля, то итог эмиссии резко, экспоненциально зависит от этой напряженности. Но я дальше покажу известное классическое выражение Фауэрн-Аргейма, которое показывает степень резкости этой зависимости. Ну вот, многолетние исследования показали список, так сказать, проблем, которые необходимо решить для получения эффективной эмиссии на основе углеродных нанотрубок. Ну вот, во-первых, в первую очередь... Пардун. В первую очередь, это геометрия нанотрубок, потому что острые объекты с большим аспектным отношением способны усиливать электрическое поле. Значит, электрическое поле вблизи наконечника такого острого объекта примерно в аспектное отношение, в отношении высота к диаметру, раз, превышает среднее электрическое поле промежутки. Поэтому, значит, эмиссия в таких системах достигается при полях на порядке более низких, чем в традиционных изделиях вакуумной электроники, где имеется полевая эмиссия электронов. Значит, вот за счет того, что они острые. Ну, кроме того, нанотрубки проводящие, поэтому, значит, проблема обеспечения хорошего тока эмиссии здесь решается автоматически. Ну, вот какие проблемы, значит, невозможно вырастить массив с одинаковыми нанотрубками. А поскольку интенсивность тока эмиссии резко зависит от аспектного отношения, значит, от формы нанотрубок, а они все немножко разные, то каждая трубка имитирует немножко по-разному, и в силу экспоненциальных зависимостей и это различие очень сильно отражается на вольтамперных характеристиках эмиттера, на рабочих характеристиках эмиттера. Значит, дальше имеется такое явление, как тепловая неустойчивость эмиссии нанотрубок. Дело в том, что джоулево тепло, которое выделяется при эмиссии, оно отводится по узкому каналу, который представляет собой нанотрубка. Значит, получается, что скорость отвода тепла пропорциональна разности температур между наконечником эмиттера и подложкой, а скорость тепловыделения экспоненциально растет с температурой, поэтому, значит, в какой-то момент, при каком-то токе эмиссии наступает неустойчивость, но просто мы видим, что эмиттер сгорает, он видит, что условия устойчивости не выполняются и сгорает, поскольку не успевает отводиться тепло. Вот это явление очень важное. Значит, дальше не все нанотрубки одинаково вертикально ориентированы. Они находятся под некоторыми углами к подложке, и это тоже сказывается на степени однородности эмиттера, и, значит, не все нанотрубки вносят одинаковый вклад в эмиссию. Дальше все нанотрубки, которые находятся на проводящей подложке, заряжены либо положительно, либо отрицательно, потому что работа выхода нанотрубки не может равняться работе выхода металлической подложки. Оно всегда отличается, и за счет этой разности нанотрубки заряжаются, а так как они обладают одинаковым зарядом, то они расталкиваются друг относительно друга, это тоже приводит к появлению наклона нанотрубок. Наклон различный, те, которые ближе к центру, они расталкиваются меньше, а те, которые на периферии, расталкиваются больше. Поэтому разные нанотрубки также излучают, имитируют по-разному. Дальше есть еще чисто физические эффекты, которые отражаются на характеристиках пучка. Это кулоновское расталкивание электронов. При больших токах электроны расталкиваются, и пучок перестает быть таким остронаправленным. То же самое пространственный заряд, который как бы запирает, снижает электрическое поле, действующее на эмиттер, и, соответственно, снижает напряженность поля и ток эмиссии. Ну вот еще есть проблема деградации, поскольку вакуум не бывает абсолютным, а электроны, которые имитируются в источнике, они сталкиваются с нейтральными молекулами остаточного газа, эти молекулы ионизуются, эти ионы по тем же силовым линиям, по которым электроны достигли этой точки, они обратно возвращаются и бьют по катоду, по эмиттеру, и его разрушают по механизму ионного распыления. Ну и, наконец, недавно возникла такая проблема, поскольку вольтамперные характеристики эмиттеров нелинейные, то, значит, это приводит к возможности получения высших гармоник, если вы подаете синусоидальный сигнал на анод или на сетку, то вы, значит, можете получить не только основную частоту в токе эмиссии, но и гармоники. Ну, с одной стороны, это хорошо, потому что это дает возможность получать, ну, преобразовывать частоту сигнала, а с другой стороны, не всегда хорошо, потому что, например, в телекоммуникационных линиях связи, где предполагается использовать такие устройства, значит, ну, там это будет создавать дополнительные шумы, дополнительные искажения той информации, которая, значит, туда заложена, и это необходимо иметь в виду. Значит, ну вот, здесь краткая иллюстрация тех задач, которые решались в связи с эмиссией углеродных нанотрубок, значит, вот здесь видно, как происходит экранирование нанотрубок, значит, если нанотрубки очень близко друг от друга, то усиление электрического поля не такое большое, как в случае, если они далеко друг от друга, потому что, значит, ну, представим, что они все вместе близко, тесно расположены, тогда усиления вообще не будет, это будет сплошная подложка. Вот. Ну, и, значит, вот здесь иллюстрируется тепловая неустойчивость, о которой я говорил, вот эти кривые, если они пересекаются, то есть решение, есть режим стабильный, если они не пересекаются, то есть, если ток достаточно большой, то решения нет, и трубка сгорает. Вот. Ну, вот здесь говорится о статистическом разбросе параметров, значит, вольтамперная характеристика всего этого разброса при малых полях отклоняется от идеальной зависимости фаулера-надгейма, которая присуща этим системам. Ну, и вот то, что я говорил об ориентации и дезориентации, значит, в силу расталкивания, эти нанотрубки, которые здесь схематически изображены, они, значит, отклоняются от вертикального, от вертикальной ориентации, и отклонений тем больше, чем дальше они от центра катода находятся. Ну, этот эффект был экспериментально подтвержден и исследован. Значит, ну, здесь говорится о деградации, получено уравнение для скорости деградации, и посчитано время жизни эмиттера для разных ситуаций, когда побольше давления, когда поменьше. Значит, теперь обратимся к графену, как источнику полевой электронной эмиссии. Его, можно сразу увидеть несколько преимуществ графена по сравнению с нанотрубками. Значит, как известно, углеродные нанотрубки, если речь идет о однослойных нанотрубках, не все являются, не все обладают металлической проводимостью. Только треть имеет металлическую проводимость, а остальные являются полупроводниками шириной запрещенной зоны, ну, долей электрон-вольта, там, от 0,2 до 0,6, скажем, электрон-вольта. А что касается графена, то он, в отличие от этого, хорошо проводит электричество, хотя и там тоже есть свои проблемы, связанные с функционализацией поверхности и краев графена. Значит, ну, сейчас уже становится ясно, что получение графена менее затратно, чем синтез нанотрубок для этих целей. Поэтому, значит, тоже это привлекает внимание к графену и заставляет этим заниматься. Ну и, наконец, в графене тепловая неустойчивость, о которой я говорил, она не так ярко должна быть выражена, потому что и отвод тепла, и тепловыделение происходит не в узкой области, которая является нанотрубкой, а в широкой области, которая является графен. Значит, ну и кому же теплопроводность графена, как известно, является рекордной среди всех материалов, достигает 5000 ватт на метр на Кельвина, и это тоже внушает некоторый оптимизм. Ну вот, в связи с этими обстоятельствами мы попытались проанализировать особенности использования графена в качестве холодного полевого эмиттера. Есть довольно много экспериментов, здесь я привел только несколько, на самом деле их примерно еще столько же имеется, в которых продемонстрирована возможность получения холодной полевой эмиссии с использованием графена. Но эти эксперименты, они довольно грубые такие, ну, как всегда бывают первые, так сказать, работы. То есть там просто, грубо говоря, пальцем по проводящей поверхности провели, значит, вдавили туда образцы графена, и потом, значит, получали эмиссию. Поэтому эмиссия была невысокой, неоптимальной, и ничего нельзя было сказать о структуре эмиттеров. То есть структура разупорядоченная, некоторые листочки графена согнутые, некоторые под углом находятся, значит, некоторые вертикально, некоторые горизонтально. Ну, в общем, это самая такая, не очень для анализа удобная картина. Ну, значит, мы попытались построить простую модель, которая позволяет ухватить основные особенности эмиссии графена, но в более-менее оптимальных условиях. Прежде чем к этому приступить, были поставлены задачи о определении работы выхода электрона для фрагментов графена, значит, для большого образца графена, значит, много больше, чем размер одной ячейки, понятно, что работа выхода электрона близка к работе выхода графита, и там составляет около пяти электрон-вольт. А с уменьшением размера графена, ну, с одной стороны, возникает возможность расчета точного из первых принципов этого параметра, а с другой стороны, ясно, что работа выхода, как для каждого квантового объекта, она будет зависеть от размера. Ну, вот, это было продемонстрировано в результате расчетов вот с помощью DFT-технологии. Тут вот указаны некоторые указания на первоисточнике. Значит, ну, расчет, как бы считает, не человек, а программа. Расчет довольно, это самое, с одной стороны, сложный, а с другой стороны, стандартный. Вот, и были получены результаты для образцов графена, которые я нарисовал. Значит, вот, там были круглые образцы, некоторые терминированы водородом, некоторые без водорода. Значит, ну, и прямоугольные, такие полубесконечные ленты, значит, прямоугольные структуры. Ну, и показано, что работа выхода зависит как от структуры, так и от наличия или отсутствия водорода. Ну, в общем, все эти данные были получены. Дальше они были использованы для расчета эмиссионных свойств вот такого модельного образца. Значит, вот графен, который рассматривался как просто кусок проводника, скажем, как кусок металла, вот с определенными размерами, прямоугольный, расположен на заземленной металлической подложке, или проводящей подложке. Вот, и дальше, значит, рассматривали сначала распределение коэффициента усиления вдоль вот этой кромки, а затем на основании этих результатов была получена зависимость плотности тока эмиссии тоже от этой координаты. Ну, вот, один из основных результатов состоит в том, что вблизи вершины образца коэффициент усиления испытывает резкий скачок. Вот вы видите, он в несколько раз превышает значение коэффициента усиления вот в основной области, значит, на кромке. Это означает, что плотность тока эмиссии в этой области значительно превышает плотность тока эмиссии с основной кромки. Но сама эта область небольшая, она довольно узкая, поэтому, значит, только в определенных условиях, а именно при низких напряжениях, вклад этой области в эмиссию будет определяющим. А при более высоких напряжениях основной вклад в ток эмиссии вносит центральную область, вот, японскую область кромки. Ну, зная теперь коэффициент усиления, мы можем посчитать ток эмиссии, вот это вот плотность тока эмиссии, вот это вот классическое уравнение Фаулер-Энергейма, куда входит коэффициент усиления, видите, он входит в экспоненту, поэтому очень резко ток эмиссии зависит от значения коэффициента усиления, и особенно резко эта зависимость проявляется при малых полях, когда этот показатель экспонента самый маленький. Вот, поэтому, значит, при малых полях плотность тока эмиссии вблизи вершин на много-много порядков превышает соответствующее значение вот на кромке, а при больших полях обратная ситуация. Вот эти два режима, значит, демонстрируются на вольтамперных характеристиках, где видно, что где видно, что характеристика испытывает излом, значит, вот в какой-то области этот излом означает переход, ну, значит, малые поля находятся вот в этой области, а большие поля соответствуют вот этой области. Значит, наоборот, конечно, да. Вот, и, значит, видно, что после излома вольтамперная характеристика меняет свой характер, значит, и это говорит об изменении режима эмиссии, значит, режим эмиссии изменяется от, как говорится, вершинного к срединному, можно так выразиться, некрасиво. Значит, вот здесь показана зависимость вклада вершинных областей и срединных областей в полный ток эмиссии. Видно, что вклад одной области растет с уменьшением поля, а вклад другой области падает. Ну, суммарный вклад, конечно, равен 100%. Значит, самое интересное и приятное для нас состояло в том, что подобная зависимость вот с изломом наблюдалась экспериментально. Вот эта работа, значит, и мы, хотя в этой работе ну, не очень-то хорошо определены параметры фрагментов графена, которые имитируют, но, тем не менее, вот основная особенность, которая состоит вот в изломе, она здесь ухвачена, и, значит, получается, что мы можем говорить о эффекте изменения характера эмиссии от вершинного к серединному, скажем, при изменении приложенного напряжения. Но мы задались вопросом, ясно, что... который вы испытывали, начерка лежал? Вот как это? Он лежал на проводящей подложке, да? Подложке, да. А концы его свешивались за пределы подложки? Нет. Они не свешивались, они вот как вот эта скамейка вот так вот стоит. Вертикально стоит такой прямоугольник. Чем припаивали? Вот стоял лист вот так? Да. Вот так. И вы мерили? Мы ничего не мерили, у нас теоретическая работа, а это... А мерили вот эти ребята КСАО и прочие. Вот эти ребята мерили. Миссия шла отсюда или вот отсюда? Нет, поле ориентировано вертикально и эмиссия шла в вертикальном направлении. Но там есть угловые области, вот вблизи углов, которые при малых полях преобладают, дают преобладающий вклад в ток эмиссии, а есть срединная область, которая дает преобладающий вклад при более высоких напряжениях, при больших токах эмиссии. Так? Вот. Но мы задались вопросом, нельзя ли сделать эмиссию более однородной, чтобы не было такой резкой зависимости коэффициента усиления от координаты вдоль грани. Андрей Николаевич, две минуты. Александр Валентинович. Да, у меня уже последние последние склоны, так сказать. В общем, мы придумали вот такую функцию довольно вычурную, значит, здесь в 12-й степени, вот, ну, которая скругляет края нашего, значит, эмиттера, и тем самым коэффициент усиления, ну, в результате расчета оказывается, что коэффициент усиления практически является однородным вдоль всей кромки эмиттера. И это дает однородный ток вдоль кромки, и тогда вольтамперная характеристика оказывается близкой к соответствующей зависимости фаулера Наргейма. Ну, вот, собственно, все. Три основные вывода, которые мы можем сделать, это, во-первых, значит, получено значение работы выхода электрона для фрагментов графена, функционализированных и не функционализированных, во-вторых, установлено существование двух режимов эмиссии, которое подтверждено экспериментально, ну, и, в-третьих, предложена структура эмиттера, который не обладает этой особенностью и имитирует однородно со всех областей. Значит, сейчас существующая техника электронного, электронно-пучковой обработки фрагментов графена позволяет выполнить эту работу с более-менее хорошей точностью, то есть эта программа представляется реальной. Спасибо. 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 Спасибо.